привет youtube привет подписчики и гости моего канала решил я себе сделать полноценное сцепление на мой будущий трахторок буду делать два варианта сразу одно будет простенькое в исполнении понадобится только дрель и болгарка другое сцепление будет немножко посложнее нужно будет сделать немножко больше телодвижений и понадобится еще сварочный аппарат видосов на youtube валом но каждый делает все равно по-своему поэтому у меня на канале тоже будет такого рода видос но уже в моем исполнении ну и соответственно напрашивается вопрос сам собой с какого сцепления начать ну в принципе я так и думал что вы захотите начать с более сложного варианта нет чтобы выбрать более легкий ну не хотите смотреть его первым будем смотреть тогда более сложный вариант из чего я буду делать это будет обычная до задняя с переднего приводного автомобиля проставочная шайба отсюда же корзина диск сцепления в общем ничего необычного корзину буду использовать 2121 у меня вот их две штуки и есть тут 01 как отличить их визуально спасибо сергею из краснодара подсказал есть вот такой вот отверстием это трудно назвать такая метка на лепестках виде вот такой вот выборки такой да что здесь что здесь на 01 этой метки не будет то есть визуально вот посмотрели значит него если нету значит 01 чем отличаются на ниве намного жестче лепестки на выжим то есть педаль будет туже ну и соответственно прижимать диск сцепления будет сильнее вот и все отличие так ну и диски сцепления бывают тоже разные есть вот такие диски на 4 пружины демпферные есть на 6 пружин я буду ставить и такой такой буду экспериментировать не знаю знаете не знаете вперед работают 6 пружин на заднюю скорость работают только три пружины вот поэтому если ставите двигатель над коробкой и переворачиваете редуктор хвостовиком вверх то на сцепление работает только при движении только три пружины вперед назад работать будут 6 если вращать коробку правильно понятное дело когда и сцепление диск сцепления будет работать правильно да кстати напишите в коментах знали об этом не знали полезная инфа не полезная вот так на будущее мало ли делиться информации не делиться в общем как то так и так немножко отвлеклись на эти корзины так начинаем собирать ну первым делом нужно ступицу сточить вот этот бортик так как буду делать шкив из тормозного барабана и вот этот ступица она имеет здесь бортик такой через который барабан не проходит нужно его сточить стачивать буду на болгарочкой на своем станочке обточил ступицу вот таким образом ничего сложного нет заняло времени минут пять наверное все теперь барабан оделся дальше тормозной диск кидываем сюда вот там понятное дело все это совмещаем в общем не суть это мы сейчас настроим он становится чудесным образом и тут мало того что он заходит туда до конца он еще не упирается здесь то есть он как показать если я вот здесь вот нажимаю то вот здесь он приподнимается не знаю видно не видно то есть отлично зазор там вообще минимальнейший все замечательно нужно установить опорный подшипник прежде чем собрать всю конструкцию буду использовать в качестве крепежа вот такую вот проставочную шайбу она сюда не влазит ее нужно проточить чтобы она заходила вовнутрь для этого сделал себе импровизированный токарный станочек на нем же буду обрабатывать тормозной барабан делать из него шкив на 270 на два ручья кому интересно как это будет происходить пишите в комментарии что хотите видеть этот видос и я вам сделаю следующий видос именно про импровизированный токарный станочек как все легко просто быстро сделать самому шкив на 270 никаких проблем там же сейчас я и проточу эту шайку в общем сейчас сделаю и продолжаем установил устанавливать опорный подшипник проточил я проставочную шайбу теперь она хорошо заходит вовнутрь не люфти в общем промерял промерял все это замечательно в качестве опоры для подшипника буду использовать отпиленную от коленвала вот это место крепления маховика тут как раз таки есть посадочная под подшипник но я его отпилил при самом-самом-самом в общем вот эта часть лишняя беру сейчас ее и отпиливаю болгаркой совсем в общем получилось вот так когда отпиливал тут появилось отверстие само собой от пропила но она была не совсем аккуратно и поэтому взял китайское сверло где она тут на 20 вот она лежит и говорится о культуре все теперь здесь проходит первичный вал спокойно и не упирается не цепляется в общем то что мне нужно вот эта штука не варится поэтому будем делать сюда обойму обойму буду делать вот из куска кардана это кусок москвичевского кардана это кусок жигулевского кардана в общем по диаметру жигулевский но не совсем подходит он практически идентичен вот этому вот это и как ее назвать креплению да а вот москвичевский кардан он как раз ну в общем я уже часть отпилил нужную мне покажу сейчас он заходит но он чуть-чуть болтается поэтому сейчас его разрезаю просто болгаркой разрезаю стягиваю и сваркой свариваю разрезал струбциной стянул и сейчас все это дело провариваю заварил обойму будем так ее называть вот таким образом теперь вот эту часть сюда только забивать потому что она не варится повторюсь сейчас его отцентрую и приварю к шайбе так ну варил 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 вот эту трубу как получилось так и получилось вроде от центрова ну сейчас забиваю все это дело вот туда почти залезла если получится получится до упора вот таким образом но здесь получилось небольшой выступ в принципе можно срезать а можно оставить как то так так ну и соответственно подшипники 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 должен стоять вот такой подшипник широкий который центрует маховик есть вот такой чуть поуже подшипник вот он станет заподлицо тут уже можно принципе как угодно вставить просто с этим подшипником первичный вал шлицы сейчас мы это все пока сейчас покажу и через вот это отверстие удобно его выбивать с обратной стороны взял наставил что-нибудь и бабахнул в общем сейчас засажу подшипник один посмотрим насколько будет садиться первичный вал да там буквально там не знаю пару миллиметров ну может большой роли не сыграет а может кому как нравится в общем сейчас померяю и так и так и покажу поставил большой длинный до подшипник который для центровочки уберем какой-нибудь диск и соответственно сейчас посмотрим вот видите насколько шлицы торчат а сейчас поставлю вот этот поменьше подшипник и примерно глянем насколько сядут они но не насильно конечно но это вот он до упора в общем сейчас поменяю посмотрим так поставил поставил подшипник маленький стоит заподлицо в принципе не сильно то они не отличаются но чуть-чуть глубже сил вал в общем отлично для диска в самый раз то есть вышина вот этой шайбы как раз комфортно будем так чтобы сделать опору здесь спокойно станет гайка мешать вообще не будет никак впрочем кому как нравится наверно этот подшипник оставлю здесь пускай будет прикрутил прикручивал вот такими болтами под шестигранник любые другие болты вот такого плана они может и влезут но не влезет ключ голова поэтому только шестигранник вообще отлично потому что он под самую стенку становится тут она на конус все это дело понятное дело выставляем центруем вот почему я здесь нарезал резьбу так как все манипуляции выполняются сборка выполняется со снятой корзиной когда это все дело скручено возможности подлезть туда и поставить гайку уже нет никакой когда так это только если развернуть сам барабан он же шкив в другую сторону вот все теперь собираем все это до кучи ставим корзину центруем ставим в подшипник до упора и прикручиваем прихватил корзину на три болта чтобы хотя бы держалась в общем понятно кто занимается у каждого есть такая приспособа с первичного вала центровать диски получилось весьма тоже компактное такое сцепление вот барабан можно развернуть в обратную сторону почему он стоит потому что это будут шкивы на 270 можно его вообще не ставить не использовать вот как-то так можно его развернуть в другую сторону или вот таким образом установить то есть наоборот шкивы чуть подальше от корзины ну тогда здесь появляется до доступ к болтам и можно сверлить насквозь при этом вот этот вал закроется как то так ладно самое сложное показал где-то потратил я примерно на все это изготовление полтора два часа в общей сложности у вас это конечно это все произойдет не знаю там сколько минут поэтому начинаем делать самое собирать самое легкое сцепление без сварки дрель болгарка времени займет примерно примерно минут 15 от силы два часа 15 минут блин уже запутался где когда чё говорить уже столько информации сейчас буду склеивать видос вообще капец на на получится в общем быстрое сцепление да как сделать быстро сцепление беру поворотный кулак вместе со ступицей с переднеприводного авто вот сейчас сюда делаю опору под подшипник нашел два пуска каких-то труб ну и они подходят здесь счистил до краски болгарочкой а это вот такая вот вот такой вот обрезочек его отрезал по размеру подшипника вот по такой же вышине и разрезал так как сюда она не влазит а здесь на подшипник она большая вот она как раз сожмется здесь будет самый раз и здесь самый раз теперь вот эту штукенцию забиваю вот сюда вовнутрь прямо забиваю через нее проходит шайба вот эта установочная вот она стоит шайбу скинул туда прекрасно если не проходит у то можно и шлифануть но у меня она чудесным образом проходит внутрь этой трубы также внутрь этой трубы у меня проходит ключ на 32 и он тут уже начал тыкать перед телефоном не перед камерой перед экраном ключ на 32 то есть спокойно можно закрутить выкрутить эту гайку смело беру и сюда ее приглашаю ну это конечно надо сделать не на столе наковальне так забил этот отрезок ну как зашел он плотно ну без фанатизма конечно можно его достать зажать в тисы начать и выбивать простукивая за саму ступицу но этом это лишнее потому что делаю самоделку как поставил так она и будет все и теперь мне на теперь обрезать гранату специально обрезать гранату чтобы не сильно она торчала вверх по вот этот паз как он называется вот где вот он заканчивается от постока его надо снизу для чего для того чтобы первичный вал сильно в него не у не упирался то есть сел по шлицам глубже в общем даже можно наверное первичный вал будет обрезать по подшипнику но это уже на коробке этот я трогать не буду чтобы они сели шлицы как можно дальше для компактности ну это уже будет отдельный видос я показываю смысл обрезал лишнее вот даже осталось . это как раз таки место где заканчивается центровка вот такой будем говорить размер получился кто теперь ставлю все это дело на место как оно должно быть вот закидываю шайбу сюда вот так вот закидываю гайку сначала прогнать по резьбе да так ну прогнал гайку по резьбе самом начале отги спиливал заусил все теперь ставим какой нам сторона нравится вот так это все дело выглядит и затягиваем сильно затягивать не буду потому что все равно это дело еще нужно будет разбирать вот и теперь ставим внутрь вот этот обрезок сжимаю его сейчас и туда его приглашаю все сжал тут он даже не дошел вообще до этого даже молот у меня клещи есть такие для для ковки будем так широкий жал и все все теперь сюда надо засадить почти кстати он уперся вот эта труба 2 уперлась в грани гайки то есть она туда уже не провалится и она на разжатие дала в общем замечательно чтобы достать ее допустим берем отвертку тут и через ранее берем и достаем ну чтобы в дальнейшем разобрать ступицу ну и соответственно приглашаем подшипник уже но просто так не проваливается именно вот подшипничек посадил туда все замечательно вышина получается вот такая вот то есть опора сама себя от центровала никакого большого труда не составит все это дело собрать все сейчас прикручиваю болты и собираю корзину ставлю на место да и пока не забыл сказать не без не забываем укорачивать болты потому что они будут упираться вот в сам поворотный кулак вот здесь я их укорачиваем что они вот в запад лицо со ступицей тут буквально чуть-чуть я не знаю как вам показать сантиметров сантиметр может полтора в общем померил и делаю так как мне надо ну и соответственно тот же самый процесс сборки здесь будет показать в принципе происходит центруем отлично вот оно стало сколько шлицов еще то есть диск будет отпускаться и работать так как надо можно даже вал первичный и не обрезать соответственно прикручиваю корзину сейчас прихвачу на три болта и посмотрим ну вот и все сцепление собрано выглядит вот таким образом очень удобно и быстро что мы тут сделали отрезали два куска трубы разной длины до одну из них разрезал отпилил на гранате лишнюю резьбу и лишнюю резьбу отпилил на болтах и все и все вот и вся конструкция также можно сюда поставить было барабан вот таким образом но тогда не насквозь сверлить а нарезать резьбу наоборот его уже не поставить из-за вот этих вещей это во первых во вторых я буду его использовать совсем раздельно от шкивов у меня будет стоять коробка под сидением даже там не одна будет коробка две коробки стоять под сидением и у меня будет выноситься шкивы отдельно и двигатель будет стоять не над коробкой там где мне удобно вот как то так поэтому и делаю так чтобы была возможность поставить вал отдельный вал буду брать также с длинный 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 вал с переднего привода вот как то так но если есть желание то можно поставить сюда шкивы неважно барабан там или еще какие то а гранату использовать уже на инша то есть при делать сюда инша прям напрямую понижение уже сразу будет на инша такое какое надо вот ничего сложного абсолютно а я боялся думал не получится абсолютно все легко и просто вот без сварочных работ вот здесь немножечко пришлось поварить как то так ну на этом на работу заканчивать принципе если что-то непонятно может я выражаюсь там как-то неправильно до дырки называют дырками пишите в комментариях будем исправляться что делать вот такие мы самодельщики все всем пока кому понравилось лайкосик пишем комментарии подписываемся на второй мой канал добавляемся ко мне в группу самодельщиков всем всем рады только молчать не надо когда добавляетесь и все хотя бы здрасте говорите как то так все всем пока с вами был санек еще увидимся